Приветствую вас. Деликатный момент в том, что вы относитесь к алкоголю так, что не видите его проблемы. То есть безусловно понятно, что вы несчастны, безусловно понятно, что у вас есть трудности, безусловно понятно, что вам тяжело, безусловно понятно, что вы не чувствуете себя дома, вы не чувствуете себя на своем месте сейчас. Это безусловно все понятно. Но! Есть у всего этого одно но. А именно, это не повод злоупотреблять алкоголь. А именно это, как вы понимаете, вы и делаете. И именно поэтому вам ваш муж и говорит о том, что у вас проблема с алкоголем. И он говорит об этом потому, что видит, как вы себя профессионируете. Видит, как вы начинаете себя вести, когда выпьете. И отсюда ему, то есть вашему мужу, именно, кажется, что все проблемы именно из алкоголя. И надо сказать, что не отрицая факта того, что у вас проблема в другом, скорее всего в другом, ваша проблема в том, что вы не можете найти свое место. Не отрицая этого, нельзя с другой стороны не отрицать и того, что вы, по сути дела, все равно страдаете алкогольной зависимостью. И, как бы, реагируете на ту ситуацию, когда и где бы другой человек на вашем месте отреагировал бы и дальше, вы реагируете на эту ситуацию более ярко, а реагируя более ярко, вы вместе с этим начинаете употреблять алкоголь. То есть у вас алкоголь является средством, средством для решения проблемы. И в этом плане, в этом аспекте ваш муж прав, когда говорит, что у вас действительно есть проблемы с алкоголем. Например, если у вас есть проблемы с мужем, то почему вы, например, не предложите ему пожить отдельно? Ну, допустим, просто пока допустим. То есть я не говорю, что это обязательно выход, я не говорю, что это обязательно то, что вам нужно делать, но тем не менее. Тем не менее. То есть не очень понятно здесь, а с какого момента, как у вас начались проблемы с мужем. То есть вы говорите, у вас все было хорошо, 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 а потом внезапно все сразу стало плохо. И вы себя чувствуете никем, чувствуете, что вы никто в этой стране и так далее. И не получается с работой, потому что вы никогда не работали ни на кого и так далее. Ну так простите, а о чем вы думали, когда столько собирались идти на работу? Вот когда вы говорите, что мне нужен язык для того, чтобы устроиться на работу. Да, вы говорите, что мне нужен язык для того, чтобы найти себе работу. Так, а как же вы собирались устраиваться на работу, если вы никогда ни на кого не работали? Как у вас это сочетается? То есть, понимаете, ситуация такова, что вы не разграничиваете, вот вы пишете, что вы через какое-то время, даже не знаю, когда это началось, я отказался от себя абсолютно не сейчас. Вот у вас все было хорошо, 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 а потом резко раз и все стало плохо. Вот это ненормально. И с этим нужно в первую очередь разбираться. Потому что мужчина, естественно, считает, что вся проблема в алкоголе, потому что вы очень резко, даже в своем тексте, вы очень резко перешли от позитива в негатив, то есть от позитивного повествования, когда вы говорите, что у вас все относительно неплохо, вы резко переходите в сторону негатива и говорите, что все, у вас все плохо и что вы ничего уже не хотите. Вот именно этот гриппас настроения, он и именно отсутствие понимания того, почему так происходит, и, собственно, привело вашего мужа к тому, что он считает, что вся проблема в алкоголе. Если вы так не считаете, то вам необходимо, по сути дела, выработать, ну, для нас же стало, выработать свою позицию, то есть позицию вам нужно выработать именно свою и именно по ряду проблем, то есть, что это за ряда проблем. Какой вы видите свою жизнь дальше? То есть, как вы хотите жить? Далее, что вам мешает быть счастливым? Что вам мешает заниматься дизайнерством, ну, по сути, так же, как вы это делали в предыдущей стране пребывания? Да, понятно, что там есть трудности, понятно, что сама другая, понятно, что не так просто, но вы же приезжали для мужа, вы же приезжали для того, чтобы быть мужчин, значит, вы хотели этого, если вы этого хотели, значит, вы этого не хотите, ну, наверное, вы этого хотите до сих пор. То есть, вот с этим вам тоже нужно определиться, чего вы все-таки хотите для себя. Вы знаете, алкоголь в любом случае, это то, что вам нужно понять, как бы так вот, параллельно со всем тем, что я говорю. Алкоголь не даст вам решение скоблем. Алкоголь не облегчит ваше существование, ваше бытие. Алкоголь даст вам только временное возможность забыться и, по сути дела, все. То есть, если вы используете алкоголь, то вы, по сути, рискуете попасть достаточно быстро в его сети, в его диски. И в итоге хорошего, из этого ничего не получится. И в этом контексте, помимо всего прочего, я рекомендую вам, если вы определенное состояние контролируете, я рекомендовал бы вам обратиться к наркологу, для того, чтобы именно нарколог помог вам справиться с вашей бедой. Это можно сделать анонимно даже, то есть, не раскрывая своего имени, раскрывая своих каких-то данных, все это решается. Главное, чтобы у вас было желание это делать. Это вот, наверное, самое главное. Ну, одно из самых главных. Ну, и не стоит ждать, что проблема решится сама. Сама проблема, к сожалению, не решится. Ее нужно решать. Ее нужно решать последовательно. И вполне вероятно, что речь идет даже о том, чтобы вам помочь проработать детско-родительские отношения, которые у вас, ну, по моему мнению, достаточно болезненные и влияют негативно на ваше восприятие мира. Так мне кажется, и я думаю, что это имеет место быть. И тогда мы можем говорить о том, что вам сперва нужно обратиться к наркологу. Это обназначено для того, чтобы он помог вам справиться с вашей такой основной, наиболее яркой сейчас проблемой, чтобы вы не зависели от алкоголя и не портили жизнь себе и близким вам. А дальше, когда вы будете от алкоголя свободно, можно будет подумать, как вам дальше жить. Это может быть полная вероятность, что ваши отношения с вашим мужем в некоторой степени себя немножечко изжили. Полная вероятность, что вам нужно пересмотреть их немножко. Но это нам нужно будет делать только исключительно на трезвую голову, дабы не наломать какие-то дров, о которых бы вы потом жалели бы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!